стремим на полет наших птиц здравствуйте все кто смотрит видео канал планеты дзюдо давно мы не делали наши видео встречи в рубрике субботние размышления о боевых искусствах и разным и вот наконец спустя почти 4 месяца мы делаем новую нашу встречу как обычно в гостях у нашего хорошего товарища влада макарова мастер айкидо рустем аликов самбо здесь у нас еще андрей гулай мастер на все руки назови его скромно сел в уголоке док сказал что будет свои критические замечания в нашу беседу вставлять я роман карась буквально вчера идея возникла сегодняшней нашей беседы хочу ее озвучить и мы попробуем поговорить на эту тему посмотрел я несколько месяц тому назад время тому назад фильм известный такой фильм называется табор уходит в небо и там есть в самом начале фильма есть интересное высказывание одного цыгана на вопрос кто такой пожилой цыган он так лежит кто не видел я просто как разручно он лежит на земле такую такую трубку у него и молодой цыган спрашивают скажи мне почему ты ушел из табора так задумался так прям душевно видно с порывом таким вот не тот цыган нынче пошел коня на золото меняет мне эта фраза очень как бы тоже запала и я не хочу относить ее ни к цыганам я хочу просто рассмотреть его в свете вот может быть боевых искусств занятий дзюдо самбо и кидо карате вообще физической культурой для чего и вообще может быть не тот мастер нынче пошел коня на золото меня конь подразумевается вот то искусство которым владеет тот или иной человек и порой зачастую это искусство меняется на золото учеб самому искусству идеальному его наверное представлению о том что если мы чем-то занимаемся это должно быть в первую очередь как бы свободное такое волеизъявление какое-то то что они тоже подразумевание такого искусства и свободы и в то же время и в то же время какое-то и менять вот такое искусство в погоне за каким-то мнимым ну конечно это осязаемо да ты золото можешь взять не всегда то что мы делаем в наших искусствах наших действиях там техника какие мы исполняем не всегда можно в них ощутить вот эту свободу вот эту вот положительность и порой вот мы ее можем ищить так вот я что-то кого-то я ковырнул как говорится вот он вот лежит я ему там болевой сделал вот она ощущается то есть это вот я просмотрю какая-то золото менять и но это мое такое мне я хочу услышать ваше мнение и вообще может быть в жизни жизни часто ли нам приходится в нашей сегодняшней жизни менять коня на золото в современной жизни очень часто я могу процитировать высоцкого да я не люблю манежи и арены на них миллион меняют по рублю вот это к чему сейчас на сегодняшний день это я считаю очень актуально когда спортсмен меняет концентрацию свою все мы знаем что такое концентрация там да без которой не выиграть боя и не выиграть схватки и без нее просто просто не обойтись когда сейчас концентрацию меняет на некие на некие на некие моменты которые связаны как раз золотом да я имею ввиду реклама популярность и т.п. т.д. высокие зарплаты и когда спортсмен в этом растворяется вот это как раз вот то о чем ты говоришь и это как раз сегодня происходит слишком часто не только виды спорта которые называются боевым искусством это и футбол и чего только нет вот эта тенденция она размывает само 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 понятие спорта увы увы на сегодня это так то есть мы как бы в данном случае мы не тот спортсмен нынче пошел ну вроде он может быть и тот но та атмосфера в которую находится которую создали кстати не спортсмены а вот это вот есть такое понятие околоземная орбита там да вот около спортивная орбита вокруг этой орбиты вращаются всякие там сателлиты и прочие небесные тела в том числе и финансового характера там да вот это вот вот эта вот орбита она имеет влияние некий парадокс понимаешь обычно планета притягивает к себе сателлиты и спутники а тут происходит наоборот и вот это вот притяжение притяжение оно иногда бывает избыточно оно нужно оно обязательно и оно полезно но в избыточном видео оно ни хрена не полезно абсолютно точно я пошел а вы продолжайте ну нет а мы тогда паузу должны сделать музыкальную ну нет мы делаем музыкальную паузу все должны услышать я просто не возьму долго правильно но поэтому Продолжение следует...